Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, немножко ждем пока. Добрый вечер. 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 Продолжение следует... 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 функции. Правильно? То есть экспонента от брауновского движения, какое бы у нас ни было брауновское движение, назначение, это всегда положительная функция. Мы ее интегрируем по времени, получается тоже положительная величина. Мы возводим ее в квадрат, возводим интеграл в квадрат, получается тоже положительная величина. Стало быть, в общем-то да, действительно, мат ожидания должно бы получиться положительным. А вот что вы дальше делаете? Ну вообще, сначала применяя формулы это деблина но чтобы выразить просто-напросто наше геометрическое браунское движение что я хочу перейти от нашего интеграантом не просто интеграл это же было просто интеграл да но я хочу перейти от нашего интеграла к интегралу это чтобы использовать изометрию чтобы можно было проще почитать вот если что давайте я не знаю вместе разберем вот сейчас я начну а вы тоже присоединяйтесь потому что я думаю что методология именно такая и есть да хороший пример давайте мы его сейчас и разберем так включаем и демонстрация экрана а нет не включаем еще потому что экрана нет секунду теперь есть экран и поехали экран виден да вот смотрите идея и так вот наш процесс говоря нам нужно вычислить мат ожидания от интеграла от 0 до т экспонента от брауновского движения но интегрируем и по времени то есть это обыкновенный интеграл риммана где под интегральные функции есть случайный процесс в квадрате да давайте сразу вот что скажем что мы можем вообще сказать о процессе для которого мы вычисляем сейчас мат ожидания ну он положительно но в плане то что но у него есть одно такое нехорошее свойство помните то есть какое свойство вот что что происходит от того что здесь интеграл появился этот процесс не марковский ну да да само собой не марковский да конечно сейчас вспомним вообще говоря что означает марковский процесс марковский процесс ну на таком очень грубом скажем так на уровне очень грубого определения это такой процесс что его будущее распределение зависит только от текущего значения процесса но не зависит от предыстории а здесь явно зависит от предыстории потому что если мы сейчас находимся в какой-то момент там т-ноль то значение процесса действительно зависит от того какой путь прошло браунское движение от нуля до этого т-ноль но более строго вы помните что значит определение марковского процесса будет следующее значит если у нас есть процесс мт который мы считаем по определению марковским если условное мат ожидания ну можно сказать функция распределения но у нас нет такого понятия мы его не формулировали как условная функция распределения хотя и можно в общем наверное сформулировать мы скажем так условное мат ожидания не только нашего самого процесса мт а любой баррелевской измеримой функции от нашего процесса при при условии например там какой-то сигма алгебра какой-то фильтрации сигма алгебр fs где будем считать что s меньше либо равно t будет какой-то функции не просто адаптивно к этой фильтрации ну да адаптивно это означает что вообще говоря может зависеть от любого пути от всех состояний процесса от нуля до с нет как будет являться функцией какой-то от состояния процесса просто в точке с вот это определение нашего марковского процесса неформально означает что не зависит от того как наш путь эволюционировал от 0 до с это нам абсолютно не важно важно то что единственным единственным кусочком информации который нам нужен для того чтобы мы могли определить мат ожидания для любой функции от данного процесса условные по фильтрации с является просто значение процесса в последней точке с мс этот процесс не морков не морковский нон морковен на практике отличить очень просто есть зависимость от пути не морковский это сразу нам создает проблемы но этот процесс давайте мы вот процесс мат ожидания которого мы хотим определить назовем как раз x-ти то есть вот x-ти это как раз интеграл от 0 до t экспонента WS DS в квадрате процесс не морковский мы сейчас прежде чем собственно перейти к решению этой задачи мы все таки сведем этот процесс к марковскому но только увеличив размерность там кирилл какой-то вопрос хотел хочет задать а вы задавайте вопрос я могу я просто хотел такое замечание касательно марковских моментов сказать потому что когда я начал читать по ним литературу многие вообще свойства касательно марковского ну точнее самого марковского процесса это оказывается не для какой-то произвольной боролевской функции аж а для кроссических функций и это связано с тем то что характеристики функции ну они вообще полны потерями вериштрасса и поэтому не любую непрерывно ограниченную функцию можно на отрезке приблизить линейной комбинации характеристических и причем приблизить равномерно можно отлично вот и поэтому да если эти свойства доказаны для набора характеристической функции значит они тем самым доказаны для любой боролевской функции правильно да значит в общем то в определении абсолютно верно согласен с вами но это техника доказательств то есть в определении мы говорим любая боролевская функция и да свойства мы можем доказывать для набора характеристических я просто когда я начинал разбираться и когда увидел разные результаты в разных статьях там используя только характеристические я не мог понять почему это только для характеристических делается и почему не доказано произвольно боролевского по определению поэтому я привношу в неясность что потратил на это на этом часа 4-5 да спасибо вам за то что вы это отметили потому что действительно может быть есть статьи где просто скажем будет указано не для любой функции эйч правильно а только для для характеристических функций то есть для кусочно постоянных функций правильно вот но отсюда можно перейти к любой боролевской измеримой функции абсолютно верно но поскольку наш процесс является не марковским давайте мы сделаем так вот сам эксти это процесс одномерный то есть x это просто это просто он принадлежит а а мы сейчас его сделаем марковским это нам поможет путем расширения размерности обычно это так и делается и это делается очень часто именно в ценообразование азиатских опционов я сейчас на секунду отступлю значит давайте мы посмотрим помните мы опцион типа колл рассматривали на предыдущем занятии где у нас была функция платежа этого опциона которая зависела от цены нашего инструмента в момент времени с те большого до помните все помнят мы рассматривали колл опшен на предыдущем семинаре да было значит смотрите именно в эсти большого вот опцион такого типа это все равно наиболее распространенный тип называется европейский но может быть например что функция платежа почему она должна зависеть только от конечного значения есть и а что если мы создадим такой опцион у которого функция платежа зависит от среднего значения нашей цены например интеграл от 0 до т эсти детей вот такого рода опцион называется азиатским и из-за того что у нас функция платежа начинает зависеть от пути нам ну хотя сам процесс случайный может быть все тот же самый как у нас было помните действие равно там какой-то обобщенный тренд не от stt детей плюс обобщенная волатильность сигма от stt dw сам процесс вроде бы продолжает быть одномерным но мы уже не можем построить теорию ценообразования такого рода опционов потому что хотя процесс то и одномерный но функция платежа становится не марковской поэтому нам придется расширять пространство состояние данного процесса для того чтобы вложить его в более многомерный марковский процесс здесь достаточно добавить одно измерение и на нем уже применять нашу теорию вот точно так же мы сделаем здесь ну во первых мы для простоты сделаем декомпозицию этого процесса мы скажем что xt это yt квадрат всего лишь так где yt это интеграл от нуля до ну давайте так и напишем значит где yt это интеграл от нуля до t ну давайте zs ds а zt это экспонента от wt и вот теперь скажите пожалуйста вы этим путем шли когда вы считали мы от ожидания я вот начал с декомпозиции я декомпозировал наш процесс на три простейших процесса ну теперь давайте посмотрим что дальше будет теперь мы для нашего процесса для всех компонентов нашего процесса запишем стихотически дифференциальное уравнение а ну в принципе мы же так и будем применять это да да ну да соответственно так и получалось так и получалось только здесь нужна аккуратность поэтому если я в чем-то ошибаюсь вы меня поправьте вот или давайте посмотрим итак считаем переводим это в sd dxt чему равно 2 yt d yt мы не знаем что такое d yt пока плюс вторая производная равна просто двум с коэффициентом 1 2 значит просто единица умноженное на d yt квадрат правильно что такое d yt мы пока не знаем а вот из второго интеграла мы получаем d yt равно просто zt dt из этого сразу следует что d yt квадрат в первом уравнении нет потому что это будет величина порядка о малое от dt поэтому она дропается и наконец из третьего уравнения у нас получается d zt равно самой экспоненте то есть zt умножить на d yt плюс одна вторая вторая производная которая опять же равна zt умножить на d yt квадрат или равно вот как раз во втором то случае у нас получается dt zt пополам dt плюс zt dwt и так у нас получилось трехмерное стахастическое дифференциальное уравнение нас интересует процесс с xt bar я чтобы не писать постоянно оператором от ожидания я баром буду обозначать операцию взятием от ожидания окей давайте мы еще раз вспомним что операция взятием от ожидания и операция дифференцирования как два линейных оператора коммутируют поэтому нас интересует вот этот вот процесс собственно говоря нам нужно получить его как функция от времени это детерминированные функции от времени давайте выведем для него тоже дифференциальное уравнение уже не стахастическое а обыкновенное потому что это детерминированный процесс итак dxt будет равно мат ожиданию от дексти будет равно мат ожиданию от правой части два войти ди войти в любом случае войти и ди войти сами по себе можно ли сказать что войти и ди войти независимые вот здесь вот очень легко сделать ошибку вообще говоря нельзя пока такого сказать потому что оказывается что войти зависит от ди войти зависит от zt а zt зависит от того же самого брауновского движения то есть здесь вот нужна большая осторожность пока мы можем только так сказать что это два войти умножить на ди войти вместо ди войти мы берем второе уравнение значит это равно два естественно выносится войти zt мат ожидания произведения детей а вот войти и zt вовсе не обязательно независимы поэтому я пока не могу сказать что вот это произведение это произведением от ожиданий войти и zt большому сожалению что же нам делать какие будут предложения не знаем что делать придется вводить новый процесс давайте введем процесс что если честно просто немного по другому прошел я ну как бы получил формулы и ты дальше формулы и ты тоже дальше уже расписывал применял еще раз формулы и то чтобы все сводить к тому что считается ну давайте вот здесь закончим посмотрим так ли будем итак войти zt обозначим за новый процесс ut нам нужно получить его мат ожидания для того чтобы мы могли потом подставить его в эту формулу давайте скажем это формула 1 и посчитать dxt ну для того чтобы посчитать его мат ожидания давайте применим к нему тоже запишем для него стахастическое дифференциальное уравнение d ut это мат ожидания d ut это поскольку данный процесс является билинейным по yt и zt мы вычисляем только первые частные производные по каждому из множителей потому что смешанные производные и производные второго порядка будут естественно равны нулю только поэтому у нас здесь выполняется та же самая формула что и для производные произведения как и в классическом анализе и так это ut sorry это yt dzt плюс zt dyt dyt расписываем значит yt на dzt вот собственно говоря у нас формула для dzt то есть это yt zt пополам dt yt плюс zt dwt к нему применили оператор мат ожидания плюс zt на dyt это получается zt квадрат к нему применили мат ожидания все пока аккуратно хорошо yt zt который у нас здесь это и есть собственно говоря ut значит это одна вторая мат ожидания ut мат ожидания следующей компоненты в силу того что dwt независим от yt и zt имеет нулевое мат ожидания у нас получается естественно ноль плюс мат ожидания utdt наверное что что да utdt да 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 спасибо utdt плюс мат ожидания zt квадрат dt и опять мы почти получили то что нам нужно вот у нас в левой части dyt bar в правой части у нас dyt bar в правой части ut bar но у нас опять выскочил здесь еще один неизвестный член это мат ожидания zt квадрат но придется поступить точно так же значит мы обозначим я хочу и чтобы то что сверху было видно и то что снизу было видно вот так мы изменим значит ведем еще одну функцию обозначим ее например за vt которая равна zt квадрат dvt bar это dvt bar ну и понятно что dvt это это 2 zt d zt плюс 2 умножить на d zt квадрат 2 на 1 вторую естественно то есть у нас получается единица умножить на d zt квадрат получится 2 zt на d zt значит 2 zt где вместо d zt мы пишем zt пополам dt плюс zt d w t плюс d zt квадрат это просто как вы видите отсюда это zt квадрат dt ну вот наконец система и замкнулась и так у нас 2 1 2 здесь сокращается у нас получается zt квадрат dt плюс ну давайте прямо сразу запишем значит dwt когда мы взяли мат ожидания у нас естественно звуков w ссорир здесь здесь не квадрат здесь здесь вот это просто ссорир мад ожиданий у dwt равно нулю и того у нас получается до vt bar dt проверяйте все правильно там разве двойка не сократится а у нас еще вот тут вылез zt квадрат вот поэтому 2 и получил здесь сокращается этот дает 0 это дает еще один zt квадрат все замкнулись отсюда давайте начальное условие запишем x наверное так удобнее z0 равно понятно единице потому что w0 это 0 y0 равно нулю и x0 тоже равно 0 значит z0 равно единиц отсюда v0 v это zt квадрат это z0 квадрат тоже единица значит отсюда мы немедленно получаем что v bar t будет равно экспоненте от 2t и действительно начальное условие равно единиц так он вайдинг назад поехали если так то теперь возвращаясь к нашему уравнению для дьюти это у нас как раз vt bar значит у нас теперь получается дьюти равно 1 2 ут дети дети плюс экспонента от 2t значит надо решать это обыкновенное дифференциальное уравнение ну понятно что общее решение однородного уравнения будет ут однородного уравнения будет экспонента от типа полом какой-то константой для хомогениев так ну и давайте просто для простоты чтобы не 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 мучиться попробуем угадать какое-либо частное решение неоднородного уравнения если мы будем его искать в виде функции пропорциональной правой части то есть например если мы будем считать уйти какое-то частное решение это эй там наверно не хватает еф степени 2т дт сори сори да 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 сори конечно это у меня немного смучило подождите да что я делаю вы правы да еф степень 2т дт можно стандартном виде попытаться искать решение лень хочется угадать можно конечно ну есть там константа на еф степени 2т может быть как вот это я и пытаюсь угадать да значит константы эй на еф степени 2т ну давайте значит у нас получается 2 эй на еф степени на еф степени 2т дт равно 1 2 эй на еф степени 2т дт плюс еф степени 2т дт значит что у нас получается 2 эй равно эй пополам плюс единица не ошибся нигде вроде верно да значит так 3 вторых эй равно эй равно 2 3 кажется да так 4 третьих да эй равно 2 3 и так тогда общее решение у нас будет ut равно константа на экспонента в степени т пополам плюс 2 третьих еф степени 2т окей у 0 у нас чему у нас равно ю 0 ю 0 и 0 вай 0 z 0 и стало быть 0 значит си плюс 2 3 должно быть равно нулю то есть это минус 2 3 и в итоге у нас получается ut равно 2 3 на экспонента от 2t минус экспонента от т пополам чтобы получить 0 ну вот собственно и почти все теперь мы решаем оставшиеся уравнение для для dxt вот оно у нас было уравнение 1 так это у нас стало быть будет уравнение 2 это у нас будет для 9 это у нас будет уравнение 3 и того уравнение 1 это dxt это 2 просто ut dt и так теперь dxt ровно уравнение 2 dxt получится четыре третьих было у нас там двойка , да? давайте посмотрим да 2 эти дети, 4 третьих, экспонента 2t минус экспонента t пополам dt. Ну и здесь правая часть уже от xt не зависит, поэтому мы просто честно интегрируем с начальным условием x0 равно 0, x бар 0. Мы в конце концов получаем, что x бар t это стало быть 2 третьих экспонента от 2t минус 8 третьих экспонента от t пополам. Плюс константа такая, что 2 третьих минус 8 третьих плюс константа равна 0. Отсюда константа равна 2. Ну вот, собственно, и все. xt равно 2 третьих экспонента 2t минус 8 третьих экспонента t пополам плюс 2. Вот наша формула для мат-ожидания. У вас в конце концов так получилось? Да. Отлично. Вы могли бы рассказать, если была какая-то разница между этим подходом и вашим, в чем была эта разница? Я вам могу даже дать управление экраном, и вы можете что-нибудь... Да я могу прям так сказать. Давайте. Если бы нечего... Тут ничего такого хитрого. Просто вот когда мы... Ну, на самом деле то же самое. То, что вы... Я просто делал это все в интегральной форме, все переписывал, а вы сделали в дифференциальной. Вот и вся разница на самом-то деле по существу. Ну, вот здесь были существенные моменты, что когда мы составляем для наших компонентов процесса стихистические дифференциальные уравнения, а потом применяем к ним оператор мат-ожидания, то у нас в каких-то моментах оказывается, что у некоторых членов мат-ожидания равно нулю. И за счет этого там, где получалось явное умножение на DWT, и за счет этого у нас существенно упрощалось построение. Каким образом... То есть где у вас был вот такой же маркингальный аргумент, который позволял дропнуть, например, члены... Ну, у нас же, когда мы берем математическое ожидание, у нас оно линейное. Вот, и поэтому там, где у нас будет появляться как раз наши интегралы it, от случайной какой-то величины, они просто будут равны нулю по определению, и все, и они как раз и дропаются. Окей, то есть вы, да, использовали свойства интегралы it в этом случае. Ну, отлично. Нам здесь вообще-то очень сильно повезло, потому что, в принципе, ничего не следует, что в общем случае процесс построения нашей системы уравнений где-то замкнется. Он у нас здесь замкнулся, в конце концов, когда мы получили для dwt-bar уравнение, где в правой части у нас оказалось только... Сори, dwt-bar. В правой части только vt-bar. А здесь могла оказаться еще какая-то функция, и для нее пришлось бы строить еще уравнение и так далее. И, в принципе, возможны ситуации, когда... И чаще всего они будут возникать, когда у нас возникнет бесконечная последовательность функций, для которых мы будем вот так вот записывать уравнение, то есть регресс-бесконечность. Может быть, в каких-то ситуациях можно пытаться получить, выявить какую-то у них структуру, получить рекуррентную формулу и построить решение. То есть то, что мы сейчас с вами сделали, это скорее такой довольно частный случай, далеко не всегда применимый, но достаточно красивый, потому что вначале мы действительно свели наше уравнение к... свели наш одномерный не-марковский процесс к трехмерному, но марковскому процессу, и после этого стали определять его математическое ожидание, пользуясь коммутативностью оператора дифференцирования и оператора математического ожидания. Ну или, как в вашем случае, точно так же коммутативностью интегрирования и математического ожидания. Правильно? Да. Вот. Этот прием нам вообще говоря позволяет... Для чего мы его сделали? Он нам позволяет строить математические ожидания и получать какие-то значимые результаты для определенного класса случайных процессов. Как в общем случае для процесса, заданного стихотическим дифференциальным уравнением, получить, во-первых, плотность распределения, и, во-вторых, математическое ожидание, вот это мы с вами рассмотрим в следующий раз, когда мы будем рассматривать прямое и обратное уравнение Калмогорова. Прямое уравнение также называется уравнением Фокера-Планка, обратное уравнение называется уравнением Феймона-Катца. Уравнение Феймона-Катца, оно же, с одним добавочным реактивным, так называемым, членом, это и есть уравнение Блэка-Шоулса-Мёртона для ценообразования опционов. Это мы рассмотрим в следующий раз. А сейчас давайте рассмотрим еще несколько таких относительно простых задач на стандартные классы случайных процессов. Итак, мы рассмотрели геометрическое брауновское движение в прошлый раз. Сейчас мы рассмотрим процесс, который называется процессом Арнштейна-Оленбека. Этот процесс имеет минриверсинг. У него dxt уравнение следующее. равно Каппа сито минус xt, где пока Каппа сито предполагаем константами, dt плюс сигма dwt. Это три константы. Ну и давайте предполагать, что Каппа больше ноля. Что касается всех остальных значений, и традиционно мы считаем, что волатильность сигма тоже больше нуля. Ее нет смысла брать нулевой, потому что тогда у нас детерминированное уравнение, и нет смысла брать отрицательное, потому что в таком случае мы просто заменим наше брауновское движение dwt на минус dwt, которое тоже есть брауновское движение, и получим аналогичный процесс полностью зеркальный с положительной сигмой. а сито, вообще говоря, может быть любой. Этот процесс характеризуется свойством минревержена. Если мы отбрасываем пока стихостический член, то понятно, что при xt больше сито у нас возникает отрицательный тренд, а при xt меньше сито у нас возникает положительный тренд. То есть мы можем сказать, что, вообще говоря, с точностью до стихостических возмущений наш процесс должен стремиться к x равно сито. Но на самом деле, конечно, это не так. Процесс может испытывать любые стихостические возмущения и тем самым оказываться выше и ниже сито. Давайте мы сейчас вот этот процесс исследуем. Для него очень легко, ну не очень легко, но достаточно легко, получить просто полную плотность распределения. И оказывается, что эта плотность распределения будет плотностью нормального распределения, но совсем не такого, как для логолитмического ретерона в геометрическом баронском движении. Что мы будем делать? Мы видим, что если абстрадироваться от стихостического члена и даже давайте абстрадируемся от константной неоднородности под xt, значит, dxt пропорционально просто имеет структуру, как минус kappa xt dt. Что означает, что мы будем искать, видимо, решение в виде и xt равно затухающей экспоненте от kappa t, умноженной на какой-то другой процесс, который вберет в себя в зависимости от ситы и от стихостического члена, который мы назовем yt. И будем искать решение вот в таком виде, благодаря тому, что с точностью до неоднородности наше уравнение выглядит как минус kappa xt dt. То есть это анзас. Он может сработать, может не сработать, но в данном случае он сработает. Отсюда, соответственно, yt – это экспонент kappa t умножить на xt. Вот теперь давайте, и пусть правая часть, давайте мы ее обозначим за f от xt, и обратите внимание, теперь она явно еще зависит от времени. f от xt dt. Right? Так, кто мне теперь скажет, как в общем случае, если у нас правая часть зависит от xt dt, как у нас будет формула Итри Дёблина выглядеть для dyt. Там, наверное, почти то же самое, только еще производная по t добавится. Да. Ни в коем случае не забываем, что у нас будет частная производная df dt dt плюс df dx 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 t плюс 1 вторая d2f dx квадрат dx t квадрат. Вот как будет выглядеть. Почему, например, у нас нет смешанной производной f по t и x? Нет ее здесь. Ну, там, ну, вообще, когда мы пишем дифференциальную формулу, если мы будем согласовывать это с правилами нашими дифференцирования, с техотическим дифференцированием, то там будет просто сокращаться. Ну, а так, если прям аккуратно можно расписать, как раз наши укавариации получить все это дело. Вот, смотрите, мы правую часть разлагаем в ряд Тейлора, вообще говоря, до производных второго порядка, до дифференциалов второго порядка. Почему у нас нет члена вот с смешанной производной d2f по dt dx? Ну, которая бы в таком случае домножалась бы на dt dx. А вот потому и нет, что домножалась бы на dt dx. Потому что у нас dt dx равно нулю. Ну, не то чтобы равно нулю, она рерайтается в ноль. Вот как правильно сказать. А рерайтается она в ноль, потому что dx у нас, по крайней мере, порядка O от dt в степени 1 второй. И у нас еще есть dt в первой степени. Значит, правая часть у нас была бы O от dt в степени 3 вторых. А члены степени по времени, порядка малости по времени, более высокого, чем 1, у нас рерайтается в ноль. Ну, скажем так, по просто правилу замены переменных ито Дёблина. Почему на самом деле это происходит? Это, конечно, мы видели, когда мы действительно в интегральной форме расписывали это преобразование, и мы могли показать, что при dt, стремящемся к нулю, эти члены становятся несущественными. Правильно? Они имеют... Ну, я сейчас эту теорию повторять не буду, но мы видели, как это происходит. Почему мы пренебрегаем, имеем право пренебречь членами более высокого порядка, чем t. Именно поэтому. Ну, вот тогда. И уж тем более, конечно, у нас нет второй частной производной второго порядка по t, потому что мы сразу получаем там dt квадрат. Итак, df dt – это просто минус каппа экспонента от минус каппа t на dxt, и под dx мы записываем прямо честно. Каппа квадрата минус xt dt плюс сигма dwt плюс вторая производная по x у нас оказывается равной нулю, потому что yt линейно по xt. Равно. Теперь мы видим, что у нас здесь есть член экспонента каппа t, каппа минус xt... Да, смотри, здесь xt, а не yt. Следите за мной, пожалуйста. xt. Каппа экспонента каппа t, xt с плюсом, каппа xt экспонента каппа t с минусом. Значит, эти члены взаимно уничтожаются. У нас получается экспонента каппа t, каппа theta dt плюс сигма dwt. Мы получили то, что мы хотели. Для dyt правая часть не... Там перед сигмой еще экспонента каппа t. Спасибо. Отлично, спасибо. Правая часть не зависит от yt, поэтому мы просто можем сразу записать решение для yt в интегральной форме. Ну, кстати, у нас может быть произвольное начальное условие x0, оно же равно y0 при t равно нулю. Стало быть, yt равно, сразу запишем x0, плюс интегрируем этот член, мы сразу получаем сито экспонента каппа t, потому что вот у нас есть каппа уже здесь. Плюс сигма интеграл от нуля до t. А здесь пока нам придется писать интегралы. Это экспонента каппа s, g, w, s. Все верно? Вроде да. Теперь, xt равна yt на экспонента минус каппа t. И мы получаем x0 на экспонента минус каппа t, плюс сито, плюс сигма интеграл от нуля до t, экспонента минус каппа, давайте так напишем, t минус s, d, w, s. Вот, собственно, явно решение для xt. И более того, это решение для xt сразу дает нам распределение. Это один из тех случаев, когда такое решение полезно. Не просто мы получили какую-то функцию от нашего баронского движения, а мы получили формулу, которая сразу нам дает распределение. Значит, смотрите, что у нас под интегралом. Это ито интеграл от детерминированной функции. Экспонента от минус каппа t минус s – это детерминированная функция. Значит, что мы можем сказать по поводу вот этого интеграла из предыдущих наших результатов, помните? Ито интеграл от детерминированной функции. Какое у него распределение? Во-первых, у него нормальное распределение. Почему у него нормальное распределение? Мы доказывали, но давайте просто очень неформально посмотрим. Приблизим этот интеграл интегральными суммами. Вот у нас какой-то интеграл там от 0 до t, и мы разбили интервал интегрирования на элементарный интервал от ti до ti плюс 1. Интеграл приближается значением, суммой значений функции в левой точке интервала, например, экспонента от минус каппа t минус ti умножить на дельта брауновского движения между точками ti и ti плюс 1. Эта величина нормальная распределение? У меня какие-то неполадки со связью или подлагиваете? Я на секунду увидел, что на мелькнул экран. Сейчас слышно нормально? Да. Окей. Значит, наш интеграл может быть приближен просто суммой инкрементов брауновского движения с детерминированными весами. Каждый инкремент брауновского движения является независимой случайной величиной по отношению ко всем остальным инкрементам, потому что они относятся к непересекающимся интервалам времени. Стало быть, сумма таких инкрементов также является с весами, также является нормально распределенной случайной величиной. То есть, наш интеграл, ну давайте вот я его для простоты запишу как i. i аппроксимируется интегральной суммой. Сумма, например, там вот i равно единице до там какого-то n-1. Экспонента от минус капа на t минус ti умножить на дельта w в интервале ti ti плюс 1. Это нормально распределенные случайные величины с нулевым средним и среднеквадратическим отклонением, которое равно как раз корню квадратному из ti плюс 1 минус ti. Значит, вся эта сумма имеет нормальное распределение с нулевым средним и среднеквадратическим отклонением, которое равно корню квадратному из... Если мы домножим среднеквадратическое отклонение на вес, то мы получаем среднеквадратическое отклонение всего этого члена для независимых случайных величин нормально распределенных дисперсии, то есть квадратические вариации суммироваться. Поэтому мы здесь получаем среднеквадратическое отклонение как корень квадратный из суммы от i равно единице до n-1, где n число точек, экспонента от минус 2капа на ti минус ti умножить на длину соответствующего интервала ti плюс 1 минус ti. Поэтому при бесконечном измельчении разбиения данный интеграл будет также иметь нормальное распределение с нулевым средним и среднеквадратическим отклонением, который вместо суммы мы получаем в данном случае интеграл от 0 до t, экспонента минус 2капа на ti минус s, ds. Итак, еще раз, интеграл ито от детерминированной функции имеет нормальное распределение с нулевым средним и дисперсией, которая равна интегралу от квадрата этой детерминированной функции. Поэтому xt внеинтегральные члены перед xt просто приводят к сдвигу мат-ожидания. Стало быть, xt имеет нормальное распределение с средним, которое равно x0, экспонента минус капа t плюс сито, и среднеквадратическим отклонением, вспомним, что еще у нас сигма есть, сигма, умноженное на корень квадратный из интеграла от 0 до t, экспонента от минус 2капа t минус s, ds. Естественно, этот интеграл легко вычислить. Давайте сделаем для простоты замену t минус s равно u. Тогда у нас получается интеграл, опять же, от 0 до t, но в обратную сторону, экспонента от минус 2капа u. У нас изменился знак в результате изменения порядка интегрирования и в результате того, что d равна минус ds. d, стало быть, у нас получается единица, деленная на 2капа, единица минус экспонента минус 2капа t. Ну вот, собственно, то, что нам нужно было. Нормальное распределение. x0, экспонента минус капа t плюс сито, сигма, деленная на 2капа, единица минус экспонента минус 2капа t. То есть процесс Орнштейна-Уленбека имеет нормальное распределение в каждый момент времени вот с такими параметрами. Ну, смотрите, что действительно происходит. Когда t равно 0, мат ожидания этого процесса, естественно, равно... Так, одну секунду, что-то мы с вами сделали неправильно, и вы меня не остановили. Давайте посмотрим. Когда t равно 0, почему у нас с вами не получилось x0? У нас получилось мат ожидания x0 плюс сито. Это неправильно. То, что при t равно 0, дисперсия данного процесса... Да, кстати, и... Может быть, мы где-то там... Интегрирование должно было t, t, t быть? Давайте еще раз посмотрим, если аккуратно. Итак, значит... Значит... Yt... X0... Давайте еще раз. Значит, вот что мы получаем. dYt... Вот уже здесь формула для Xt, она нам не дает X0 равно 0. Y... И здесь стало быть это не так. Мы просто с вами забыли константу. То есть мы с вами здесь написали X0, забыв о том, что нам нужно согласовать начальные условия. Вот в этой формуле у нас Y0 не получается равным X0. Интегрирование равен 0. У нас здесь получается X0 плюс C. Стало быть, нам нужно еще просто было честно вычесть C отсюда. И тогда... А можно еще раз откуда появилось минус C? Смотрите, вот у нас получилось уравнение для dYt. Вот оно. Мы его проинтегрировали, но мы его можем проинтегрировать с точностью до константы. То есть... Ну давайте просто запишем. Это некая константа, не обязательно X0. Константы интегрируем, неправильно определили. Интегрируем правую часть, получаем действительно сито экспонента от КПТ плюс сигма интеграл от 0 до Т экспонента от КПС ДВС плюс некая константа. Y0 равно X0. Стало быть, константа равна для того, чтобы мы могли здесь получить... Значит, у нас получается X0 равно константа плюс сито. Стало быть, константа наша равна X0 минус сито, а не X0. Это X0 минус сито. Ну и вот теперь, записав константу в виде X0 минус сито, у нас будет с вами X0 минус сито здесь. Дальше все как было. Просто X0 заменяется на X0 минус сито. У нас получается X0... у нас получается X0 минус сито здесь. У нас получается X0 минус сито здесь. В волатильности у нас все правильно. Ну вот теперь все верно. При T равно нулю у нас получается X0 минус сито плюс сито, то есть X0. Еще раз давайте перепишем. N от X0 минус сито экспонента от минус капа сито плюс сито. И среднеквадратическое отклонение вот это корень квадратный и сито деленное на... сигму деленное на 2 капа единица минус экспонента минус 2 капа сито. При T равно нулю у нас математическое ожидание получается равным стало быть X0 и дисперсия нашего процесса равна нулю. Детерминированные значения. Когда T стремится к плюс бесконечности процесс стремится к стационарному состоянию. То есть математическое ожидание стремится к сито а среднеквадратическое отклонение стремится к корню квадратному сори знаете что почему я еще сигму внес сюда под корень не надо сигму вне корня единица деленная на 2 капа сигма вне корня остановлюйте меня пожалуйста видите сколько уже погрешностей стремится к сигма деленная на корень квадратный из 2 капа давайте кстати проверим правильно ли мы это сделали с точки зрения размерности какую размерность имеет сигма если у нас dx еще раз это капа на сито минус xt dt плюс сигма dwt то dwt имеет мы считаем что само баронское движение это безразмерный процесс значит dwt имеет имеет размерность t в степени одной второй значит сигма если у нас x имеет какую-то размерность x то есть сигма у нас будет иметь размерность x деленная на t в степени одной второй правильно значит после этого сито имеет здесь не такую же размерность что и x здесь у нас размерность x стало быть капа у нас имеет размерность поскольку у нас x в левой части здесь уже есть множитель x капа имеет размерность единица деленная на t отсюда сигма деленная на корень квадратный из два капа действительно у нас корень квадратный из капа дает t в степени одной второй в знаменателе и стало быть этот член имеет размерность x это правильно окей значит при т стремящемся к бесконечности наш процесс имеет нормальное распределение с матожиданием равным сити и среднеквадратическим отклонением корень квадратный из сигма деленное на два капа будучи нормально распределенным случайной величиной наша xt может принимать любые значения как положительные так и отрицательные давайте теперь с вами подумаем это вообще искусственная конструкция для каких реальных финансовых процессов процесс Арнштейна Оленбека может иметь смысл для того чтобы его использовать в качестве модели где он может реально использоваться то есть смотрите с одной стороны он обладает хорошим свойством минревержина какие сейчас просто такое качественное рассуждение для каких финансовых активов цена может иметь свойство минревержина то есть возврата к среднему вот для эквитис там у нас геометрическое браунское движение то есть в среднем процесс вероятности единицы заданный геометрическим браунским движением его путь или стремится к бесконечности или стремится к нулю принять стремящемуся к бесконечности то есть его математическое ожидание мы можем вывести тоже формулу для математического ожидания оно тоже будет стремиться или к бесконечности или к нулю в зависимости от соотношения между трендом и волатильностью там никакого минревержина нет цито это некая устойчивая цена равновесия цены насколько я знаю это валютная валюты вот вы знаете как ни странно нет и мы в следующем примере это рассмотрим оказывается нет значит это не эквитис это не эффект почему не эффект я сейчас объясню хотя это нетривиально может ли это быть что это коммодитис то есть сырьевые товары ну ответ да может только вот там действительно у нас есть устойчивые цены ну вообще говоря мы можем предполагать что они будут ничего не следует что цена на тот или иной коммодити например там на какие-то металлы или на нефть должна вообще говоря стремиться к бесконечности или к нулю при тест стремящемся к бесконечности скорее всего мы там предполагаем какой-то равновесие эта модель не очень хорошо подходит для коммодитис потому что почему не очень хорошо подходит потому что возможно с ненулевой вероятностью что у нас XT меньше нуля но или мы можем от этого абстрагироваться считая что наша цена настолько далеко находится от нуля что вероятность пересечения нуля пренебрежимо мала или мы можем рассмотреть какой-то скажем вместо процесса Эрнштейна Оленбека мы можем рассмотреть логарифмический процесс Эрнштейна Оленбека то есть например вместо DXT мы можем рассмотреть какой-то процесс например DXT который будет выглядеть как Капа насыто минус давайте так лог например ZT умножить на вот дальше ZT DT плюс Sigma ZT DWT вот этот процесс может служить моделью для commodities мы можем записать теперь XT это как раз лог ZT и тогда DXT равно опять же единица деленная на ZT DZT минус одна вторая деленная на ZT квадрат DZT квадрат DZT деленная на ZT это просто Капа насыто минус лог ZT который есть XT DT плюс Sigma DWT ну и небольшая коррекция минус ZT квадрат это у нас Sigma квадрат ZT квадрат DT стало быть минус минус Sigma квадрат пополам DT то что мы здесь вычитаем просто член минус Sigma квадрат пополам просто приведет к тому что у нас будет коррекция ZT правильно то есть это Капа на ZT минус XT DT плюс Sigma DWT то есть для логарифма вот этого процесса мы получили Арнштейн-Люленберг точно так же как мы рассматривали геометрическое браунское движение этот процесс у нас является геометрическим Арнштейн-Люленбергом GOU вот это может быть вполне адекватной модель для commodities в принципе для одного типа инструментов а именно процентных ставок мы можем применять Арнштейн-Люленберг напрямую то есть вот interest rates можно моделировать таким процессом концептуально говоря процентные ставки могут быть отрицательными и в истории они бывали отрицательными и даже сейчас там в некоторых юрисдикциях существуют отрицательные процентные ставки они были по-моему даже сейчас сохраняются например на швейцарском франте и на японской иене то есть вы делаете вклад в банк банк не только не платит вам interest проценты по вашему вкладу а еще и потихонечку с него забирает средства просто за то что он имеет право что вы ему отдали этот вклад на сохранение он его просто так не хранит он с вас берет за то что он с вас берет плата за хранение отрицательная процентная ставка это достаточно нормальная ситуация ну то есть ненормальная она означает довольно негативные макроэкономические процессы но это бывает поэтому процентные ставки как таковые не отделены от нуля поэтому для процентных ставок это довольно правомерная модель только скажите мне пожалуйста а процентные ставки являются финансовыми инструментами или финансовыми активами вот смотрите акции являются это финансовые инструменты правильно а есть какое-то строгое определение финансовыми есть да в английском языке tradable instrument или tradable asset tradable instrument это инструмент который торгуется на финансовых рынках который можно купить или продать на бирже или на межбанковском рынке или peer-to-peer или еще как-то инструмент который можно купить или продать вот акцию можно купить или продать валюту в fx тоже можно купить или продать процентные ставки можно купить или продать вроде нет вроде нет и действительно нет можно купить или продать инструмент который очень близок к процентным ставкам это фьючерсы на процентные ставки это действительно исключительно ликвидные финансовые инструменты только про них мало что известно простые и смертные эти инструменты и не видели. А на самом деле фьючерсы на процентные ставки, например, на USD, это такие же ликвидные финансовые инструменты, как и сами доллары. Они торгуются в неимоверных объемах на, например, бирже СМИ, Chicago Merchandise Exchange. Вот фьючерс на процентную ставку является инструментом. А что это? Фьючерс – это контракт, когда две партии заключают между собой, скажем, пари. Процентная ставка через год будет такой-то. При этом один из участников этого пари находится как бы в длинной позиции, другой в короткой. Это означает, что если, например, я нахожусь в длинной позиции, вы в короткой. Если мы условились относительно какой-то цены этого фьючерса, то есть какого-то значения нашего бета, если процентная ставка окажется выше, чем это фиксированное значение, то в тот момент тот, кто находится в длинной позиции, получает деньги от того, который в короткой. То есть разницу вы мне платите, умножая ее на какой-то номинал. Если, наоборот, она окажется ниже, то я вам доплачиваю. Это форвардный или там с точностью до механизма исполнения фьючерский контракт на процентную ставку. Этот контракт можно действительно купить или продать. То есть из него можно, заплатив, мы потом с вами увидим, какие-то деньги в быте, перепродать его третьей стороне и так далее. То есть это как бы, опять же, ставка на лотерейное или на результат футбола. Сам по себе результат футбола финансовым инструментом не является. А ставка на результат футбола или что то же самое на значение процентной ставки в момент Т большого, таким инструментом да, является. И в связи с этим, поскольку фьючерсы на процентные ставки и сами процентные ставки очень-очень-очень близко связаны друг с другом, то мы можем сказать, да, вот эта модель, модель Эйнштейна-Уленбека, она применяется для построения таких достаточно простых представлений, динамики и процентных ставок, которые не есть инструменты, и фьючерсов на процентные ставки, которые, да, являются финансовыми инструментами. Вот сейчас я вам покажу, почему с FX-ом не так. Вот давайте посмотрим. Пусть у нас есть валютная пара A к B. Вообще, в финансовой математике любой инструмент – это обычно пара активов. Если наш инструмент – это акция, например, акция Эппла, AAPL, такой у нее символ, как вы думаете, это пара чего? Это пара самой акции и валюты, в которой эта акция динаминирована – доллар. А для валютных инструментов – это просто валютные пары, например, USD, он же доллар, рубль. При этом инструмент A, sorry, валюта A, она называется base currency, на currency используется обозначение CCY. Валюта B называется quote currency. Quote currency. Или иногда settlement currency, но мы будем использовать термин basic quote. Вот давайте посмотрим, что такое тогда значение, пусть ST – это как раз наше значение A к B. Правило котирования такое. Это число единиц currency B, которые эквивалентны в плане value одной единицы currency A. То есть value от 1A равно value ST1B. One of A, let's say ST of B. Ну, например, если A к B – это USD, рубль, и ST равно 78, как сейчас, то это означает, что value одной единицы USD равно value 78 единиц B. Окей? Где под value может пониматься какая-то абстрактная покупательная способность. Хотя никакого стандартного эквивалента этой покупательной способности нет. Когда-то таким эквивалентом было золото, но это уже далеко не так. Никакого стандартного эквивалента нет, он является подразумеваемым. Value в плане там, наверное, какой-то абстрактный, совершенно там средневзвешенный какой-то корзины чего-то потребительских товаров, сырья, техники, чего угодно. Но мы считаем, что у нас есть некая абстрактная функция value, которая применяется к нашим currencies, и значение как раз цены валютной пары – это как раз оно дается вот таким вот значением эквивалентности values. Вопрос. Вот как вы думаете, сейчас на USD процентная ставка очень маленькая – от 0 до 0.25%. То есть можем вообще считать, что 0%. Давайте мы ее обозначим за RA. R for rate. A, потому что A – это у нас USD. Допустим, 0. На рубле. Сейчас процентная ставка, она устанавливается Центробанком. Центробанком, она равна, если я правильно помню, 4.25%. То есть ARB равно 0.425. Как вы думаете, если завтра Центробанк, он такое уже делал однажды, вдруг внезапно объявит, что теперь процентная ставка на рубля стала 15%. Вот не 4.25%, а 15%. Оvernight решили. Что произойдет с ценой USD рубля? Ну, наверное, должно пропорционально как-то подскочить. А вот что подскочить-то все-таки? Вот сейчас 78. Ну, просто скажите, вот какое значение будет завтра в таком случае? Больше 78, меньше 78? Рубль дороже станет, если на нем процентная ставка увеличилась? На долларе, считаем, сейчас нет процентных ставок. Нет, наверное, он станет дешевле, если процентная ставка увеличилась. Вы знаете, в принципе, вы правы. На самом деле ответ такой. It depends. В short term можно применить вот какой аргумент, что на рубле вдруг внезапно подскочила процентная ставка. Это означает, что есть смысл покупать рубли, потому что они дают хороший ретерн. Хотя бы немножечко подержать и заработать на процентной ставке. Все владельцы долларов ринулись продавать доллары и покупать рубли. В результате этого временно, наверное, рубль станет дороже, то есть USD рубль уменьшится с 78 до 77, ну, допустим. Но в long term, вы правы, это не так. Потому что что такое на самом деле процентная ставка на валюте? Ну, значит, что этой валюты станет больше в круговороте. Абсолютно верно. Это его рейт увеличения объема денежной массы. И вот мы сейчас можем применить такой метод. Это просто мы нарисуем коммутативную диаграмму. Смотрите. Сейчас у нас T равно 0. И будет у нас какой-то там T крипту. Сейчас у нас есть S0. Наше текущее значение цены доллара. Это означает, что вот у нас сейчас есть 1 доллар и его вэлю эквивалентно. Знак, ну, давайте. Это у нас знак эквивалентности. S0 рублей. Теперь мы... Они эквивалентны сейчас. Теперь мы делаем так. Мы берем 1 доллар и, соответственно, S0 рублей, или, соответственно, S0 рублей, и просто их кладем на депозит. Спустя время T, в зависимости от того, как мы вводим определение процентной ставки, мы об этом поговорим. Я сейчас под процентной ставкой понимаю ставку, на которой есть непрерывные во времени экспоненциальные начисления процентов. В этом случае 1 доллар превратится в 1 умножить на экспоненту от Array умножить на T долларов. Соответственно, S0 рублей в момент времени T большое превратится в S0 умножить на экспоненту от Array умножить на T рублей. Теперь мы действуем только в плане математического ожидания. Мы пренебрегаем статистическими эффектами сейчас в изменении валютных курсов. В плане мат-ожидания у нас должна опять быть эквивалентность между вот этим объемом долларов и вот этим объемом рублей. То есть вот эти величины опять должны быть эквивалентны. Это означает, то есть мы добиваемся того, чтобы эта диаграмма стала коммутативной. Это означает, что 1 доллар в этот момент будет эквивалентен S0 экспонента RB минус Array T. Или же это означает как раз, поскольку по определению ST большое, это как раз цена 1 доллара в этот момент, что ST большое будет уже не эквивалентно, а просто равно S0 RB минус Array T. Если RB больше, чем Array, и у нас положительные экспоненты, это означает, что ST будет больше, чем S0, а это означает, что на самом деле рубль будет дешевле в этой ситуации. Абсолютно верно. Значит, в плане математического ожидания дело обстоит именно так. А это означает, что для ST вообще говоря, мы можем записать стахастическое уравнение DST равно, где мат ожидания должно подчиняться вот этому правилу, как мы сейчас записали. То есть мат ожидания равно RB минус Array, например, ST умножить на DT плюс, ну плюс какой-то стахастический терм. Стахастический терм может быть любой, но пока запишем в виде геометрического воронского движения, например, Sigma, ST, DWT, for example. Но тренд вот такой. То есть в ST нет минревержина. Вместо минревержина мы имеем обычно, поскольку процентные ставки малы и почти равны друг другу для разных валют, мы имеем просто какой-то силой трендик, почти равный нулю, но не минревержин концептуально. Окей? Вроде да. И вот дальше возникает вопрос. Если в short term все-таки действует противоположный эффект, то есть вроде бы в short term повышение процентной ставки на рубль увеличивает инвестиционную привлекательность рубля, а в long term действует именно тот закон, который мы с вами записали. Где временная граница между short term и long term? Ответ. Очень по-разному. Повышение процентной ставки на рубль действительно до 15% в декабре 2014 года, когда началось обвальное падение рубля, Центробанк в ночном заседании именно так и сделал. То есть процентная ставка, конечно, была не 4,25, она была там 10 с чем-то, но ее резко повысили там до 15 или больше. Это действительно привело к short term уменьшению курса USD рубля, то есть удорожению рубля, но этот short term продолжался всего несколько часов, после чего вот этот фундаментальный закон, который у нас с вами здесь записан, наоборот возобладал и стал только хуже от этого. С другой стороны, когда рассматривали мы эволюцию швейцарского франка по отношению к евро, то short term, который был связан с диспальнити процентных ставок, действовал в течение 10 лет, и только после этого вот эти фундаментальные факторы стали преобладать. Там началось удорожание швейцарского франка, котируется, если я правильно помню, вот в эту сторону, Юра, к швейцарскому франку, началось удорожание франка, то есть началось падение курса евро по отношению к франку. Почему? Потому что, что у нас при этом происходит с процентными ставками, для того, чтобы эта величина у нас уменьшалась, у нас необходимо, чтобы Rb было меньше, чем R. То есть процентная ставка на швейцарском франке должна была быть ниже. И она и была в течение длительного времени систематически ниже. Это очень долгое время давало инвестиционную привлекательность евро, а не франку, а потом, в конце концов, после 10 лет вот такого процесса возобладал все-таки фундаментальный закон, когда курс франка стал расти. То есть от нескольких часов до лет. Но в long term, вот этот закон, который мы с вами вывели на основании нашей коммутативной диаграммы, эта коммутативная диаграмма называется «Принцип отсутствия арбитража в финансах». No arbitrage principle. В long term работает он. Ну, наверное, на сегодня все. На следующий раз мы с вами перейдем уже к… У нас есть два сейчас таких мейджор-топика, которые нам нужно рассмотреть. Это прямое и обратное уравнение Калмогорова и ценообразование опционов. Ну, наверное, есть смысл уравнения Калмогорова рассмотреть первыми, опционы уже потом. Кто-нибудь хочет рассказать про уравнение Калмогорова или мне рассказать? Волонтеры есть на следующий раз? Нет. Уравнение Фокера-Планка – оно же прямое уравнение Калмогорова. И уравнение Феймана-Катца – оно же обратное уравнение Калмогорова. Я думаю, что я чуть позже возьму тему, потому что сейчас еще с практикой не разобрался. Поэтому пока что я пас. Хорошо. Давайте я в следующий раз расскажу про уравнение Калмогорова. Только давайте вспомним, а когда же мы в следующий раз встречаемся? Сейчас, подождите, а это обратное прямое уравнение Калмогорова? У нас в следующий раз уравнение Калмогорова. То есть, смотрите, forward Калмогоров. Forward Калмогоров. Он также называется уравнение Фокера-Планка. И backward Калмогоров. Он также называется уравнение Феймана-Катца. Нам нужно с вами что будет рассмотреть? Как эти уравнения выводятся? Оба этих уравнения представляют собой вид, например, D, пусть неизвестна у нас какая-то есть функция F, DF, D, T. Но какому-то линейному оператору, действующему на нашу функцию F, и этот линейный оператор представляет собой дифференциальный оператор второго порядка по пространственной переменной. То есть, F рассматривается как функция от X и T. При этом операторы для прямого и обратного уравнения Калмогорова, вот это вот очень важно, даже у Шриева это не очень написано явно. Эти операции, эти операторы являются сопряженными дифференциальными операторами. Это очень важно, а, доказать, доказательства несложные, и, б, понять вообще, почему это важно и как это может использоваться. Ну, давайте, если желающие есть, расскажите про уравнение Калмогорова, расскажем. Если нет, я расскажу. Давайте лучше вы расскажите. Хорошо. Тогда напомните меня, пожалуйста, когда это будет? В понедельник? Вообще, да, следующее занятие должно быть в понедельник, в восемь. В понедельник? А, мы все передвинули на восемь, да? Не только пятник, но и понедельник. Так, хорошо. В понедельник 20.00. В понедельник точно нужно на восемь передвигать, а на пятницу, если кому-то нужно, то я не против. А, кстати, как лучше-то действительно? Мне в пятницу и так, и так удобно. Ну, давайте, чтобы не путаться, пока будем 20.00 в обоих случаях. Раз не все за, значит так и оставляем. Спасибо. Всем участникам спасибо. Вам тоже, спасибо большое. Что, вопросы есть? Нет, спасибо большое. А запись прошлого семинара вообще есть? Где-то была на компьютере, найду, выложу. Да, и этого тоже. Все, спасибо большое. Спасибо. Всем успехов. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Доброго. Спасибо. Спасибо.